Вот я пишу это выражение, истинно-антиномичное. Я уже говорил про диалогичность истинную. Вот эти два определения, истинно-диалогичное, истинно-антиномичное. Эти два определения фактически истинномичное, это синонимы. Это одно и то же. Еще я повторяю, Лоренский сказал, что диалоги Платона это драматизированные антиномии. Мне очень нравится это высказывание, оно схватывает сущность платоновских диалогов. В их основе тоже лежит антиномия. Герархлит и Парминит это антиномия. Апорий и Зенона это антиномия. Антиномия прерывного и непрерывного здесь задействована. Герархлит и Парминит это антиномия изменения и сохранения. Антиномия постоянства и изменчивости постоянства. Видите, познание оно пронизано антиномиями, пропитано антиномиями, насыщено антиномиями. Познание в сценах есть антиномия. Или диалог. Хорошо. Как Кант объясняет природу антиномии? Кант читает, что антиномия не есть отражение реальности. Вот будьте внимательны. Я кратко скажу, хотя мне придется к этому вернуться в будущее. Обязательно придется поговорить о теории познания Канта. Но уже сейчас скажу наперед. Кант читал, что мир есть вещь в себе. Вещь в себе, возьмем в кавычки это выражение. Вещь в себе. Вещь в себе это значит вещь закрытая для нашего познания. Кант читал, что мы можем познавать только мироявлений. Мироявлений. А миросущности нам не доступен. А миросущность это и есть вещь в себе. Мы не можем сказать ничего по поводу мира, как о вещь в себе. Кант говорит, вот это будьте сейчас внимательны. Кант говорит, что антиномии укоренены в нашей человеческой природе. Очень хотелось видеть в них отражение объективной диалектики бытия. Что Гегель сделает скоро. Кант на это не идет. Кант читает, что вот наш мозг, ну не мозг, а наше сознание, хотя к мозгу мы сейчас подойдем, да? Вот, наше сознание, оно внутренне раздвоено. Вот это гениальное учение. Гениальное учение, да? Корень антиномии в нас самих. Это свойство нашего мышления. Наше мышление так устроено, такова его природа, что оно двоится, двоится, раскалывается, расщепляется. Денбифурканцы. Вы знаете, это очень глубокий взгляд на психологию познания. Очень глубокий взгляд. И он, вот этот взгляд, находит совершенно неожиданное подтверждение в открытиях последних десятилетий. Скажу о том отдельно. И опять-таки не будет возможности к этому вернуться последствия. Вот запишем такую фразу. Функциональная симметрия мозга. Функциональная симметрия мозга. Итак, Кант читает, что антиномия есть свойство нашего сознания. А сознание есть продукт мозга. Так что мы сейчас переходим от философии к физиологии. Но этот переход очень гибкий и очень точен. Что такое функциональная симметрия мозга? Кто-то из вас это знает, кто-то не знает. Наш мозг с точки зрения своей морфологии есть абсолютно симметричное образование. Наш мозг и его правые и левые половинки совершенно одинаковы. Никакой анализ не может помочь нам гистологический анализ, какой угодно другой, отличить правое полушарие от левого полушария. Но функционально они принципиально различны. Функционально, по функции. Левое полушарие обеспечивает работу логического познания. Она ответственна за анализ. Прежде всего. А правое полушарие, оно ориентировано на чувственность нашу. на нашу сенсорику. Потрясающее разделение функций. Потрясающе. Ну что, две половинки мозга, они у каждого вообще-то барфологически одинаковые. Каждому вроде как бы даны одинаковые возможности эксплуатировать и левое, и правое полушарие. Но на деле мы что видим? На деле мы видим, что у каждого человека своя пропорция активности левого и правого полушария. у каждого человека. И можно сказать, что вот критерием различия между личностями является эта пропорция. У кого-то явно доминирует левое полушарие, это люди очень рассудочные. У них дается математика, но они не любят поэзии. Есть люди, наоборот, эмоциональные, очень порывистые. Из них получаются прекрасные художники, но они плохо считают, и так далее, и так далее. Фокусальная симметрия мозга. Вы прекрасно понимаете, что эмоциональная симметрия мозга, она может быть источником внутренних конфликтов. Человек противоречив. Вот мы говорим, голос сердца и голос рассудка. Вот она, диалектика души. Левое полушарие требует осторожности, взвешенности, а правое полушарие говорит, иди на рожон. Так, и начинается борьба внутренняя, начинается конфликтность. Нельзя исключить, что именно функциональная симметрия мозга предопределяет структуру кантовских антиномий. Это гипотеза. Но очень возможно, что вот наша внутренняя раздвоенность, она каким-то образом проецируется на познание наше, да, она не может не проецироваться. И Кант это уловил, и Кант это выразил в своей теории антиномии. Гениальная теория. То есть, я бы сказал так, человек это живая антиномия. Наш мозг это антиномия. Потому что конфликт двух полушарий может быть очень острым. Ну, я скажу вам так, мы об этом еще поговорим в будущем. Вот логическое познание и чувствное познание. Соответственно, есть две школы геносиологических. Запишем. Эмпиризм. Эмпиризм. Эмпирия это оп, а слово опыт. Опытное знание это знание, опирающееся на чувственность. И наоборот, рационализм. Знание, опирающееся на разум. Эмпиризм и рационализм. Мы к этому будем не разу возвращаться, но сейчас забежим себя. Эмпиризм тезис, рационализм антитезис. История теории познания это история вот этой антиномии. Эмпиризм и рационализм. Мы будем постоянно обсуждать эту дилемму. А где ее корни? Может быть, как раз функциональная симметрия мозга. Хорошо. Так или иначе, мы к какому выводу склоняемся? К тому выводу, что наш мир неоднозначен. Вот это очень важно понять. Ответьте у себя, что вот в нас все-таки есть клонность. Может быть, естественная, но где-то она где-то где-то на себя и жила, где-то она стала регрессивной. Склонность мыслить однозначно. Мыслить однозначно, удобно, комфортно. Там, где однозначно, есть, там нет проблем. монолог без проблем. Сидишь на своей догмой и не хочешь с нее сойти. Очень трудно выйти на диалог. Очень трудно. Науке это удалось сделать не сразу. В обществе, в обществе, да, лишь в демократическом обществе диалог стал нормой. Нам еще от этого до этого крайне далеко. Мы живем в монологическом обществе, бесспорно в монологическом обществе. Это крайне тормозит наше развитие. Это не сильно так. Вот. Поэтому развитие диалогического мышления это развитие демократии где-то. Помните, широко. И в научной среде тоже есть монополизм, в научной среде тоже есть догматизм. Но это там изживается. Теперь это не проходит. Раньше проходило, теперь нет. Как бы об этом чтобы и общество оздоровить с диалогом. Но в заключение я хочу вам привести очень такой один красивый пример диалога. Как раз того диалога, который и привел к формулировке принципа дополнительности. Но еще раз скажу, что за понятием диалог, за понятием антиномия, за понятием дилемма, за понятием альтернативы, за сей этой группой понятия стоит что? Противоречивость. В мире есть противоречие. Вот это надо твердо понять. И человек есть противоречие, и мышление есть противоречие. Так устроен мир. Нравится нам или не нравится, но устроен нам так, что у него есть противоположные заряды, противоположные смыслы. Хорошо. Ну вот иллюстрация ко всему сказанному. Это рубеж 19-20 века. Изучается природа света. Что такое свет? Ну, проблему можно расширить. Что такое материя? Потому что свет это что? Это малая часть электромагнитного спектра. Вопрос поставлен. Ясный еще. Вызвлекает школа, физическая школа, так называемая корпускулярная школа, корпускулярная частица, которая утверждает, что свет есть движение корпуску. Полет, частица. Доказательства, пожалуйста, явления фотоэффекта. Именно фотоэффекта, который получил фотоэффект, а не за теорию относительности. Мы видим последние следы этой бомбардировки. Что ясно? Свет есть явление корпускулярное. Параллельно, вот поразительно, параллельно, развивается другая школа, волновая школа, которая доказывает, что свет есть движение волн. Отметив себя, что частица и волна это противоположности. контрастнейшие противоположности. Физика частицы и физика волны это вещи, которые кажутся несовместимыми. Так вот школа, волновая школа, она доказывает, что свет есть волновое явление и доказательства экспериментальные так же убедительно, как в первом случае. интерференция, дифракция. Вы видите, как волна огибает препятствия. Поток корпускул не может препятствия обогнуть, он застрянет на препятствии, а волна обойдет. Мы все видели эти эффекты в природе связанных с дифракцией и интерференцией. Вот две школы. Каждая школа убедительна. Тисис и антитиис и скантер скантиномия. Кантер скантиномия реализуется и вставили науке. Вот она перед нами. Кто прав? Идет спор. Идет спор. Идет спор с позицией однозначного мышления. Запишем по схеме или-или. Вот эта формула. Или-или. Два союза, да? Разделительные союзы. Разделительные союзы. Или-или. Спор, который отнял очень много сил. Вы понимаете, какая здесь ситуация драматическая? Ведь школа авторитетная. Ведь опыт это чистые. Ведь результаты это неопровержимые. А мышление ориентировано на однозначность. Вот работает инерция однозначности. Инерция однозначного выбора. а нужно выбирать? Нужно ли выбирать? Вот Нильсбор, Нильсбор, да? Вот почему-то один из величайших влияй на Земле. Он впервые сказал, что не надо выбирать. Не надо. Обе концепции правы. Да. Эти концепции друг друга дополняют. Вот так родился принцип дополнительности. И так возникло понятие корпускулярного волнового дуализма. Запишем. Корпускулярного волнового дуализма. Материя двойственна. Двойственна. Это ее фундаментальное свойство. И мы должны это свойство адекватно отражать в той истине, которую мы формулируем. Это истинно диалогично, это истинно антианомично.